из этих веточек я решила сделать черенки я не могу сказать что это панацея или что у меня сто процентов получится но я очень люблю экспериментировать и я вот показала как буду завтра сажать черенки здесь я высадила все черенки и единственное что я сделаю одену сверху целлофановый пакет то есть создам им тепличку и еще раз говорю это мой эксперимент весной я знаю что они пошли бы замечательно а сейчас ноябрь сегодня 8 ноября 2016 года вот в таком виде будет стоять на подоконнике у меня свободный подоконник только с северной стороны но я знаю что с северной стороны ничего не растет но проэкспериментирую здесь находятся у меня ростки хризантем черенки и вот показываю я сегодня утром их опрыскала перекисью водорода с водой находятся они у меня под целлофаном в тепличке и видно что многие листья желают быть лучше да смотрите и коричневые и желтые прошло где-то 4-5 дней с момента посадки черенков пока я не довольна посмотрим что будет еще раз хочу сказать что весной даже если это будет начало января уже гарантия что черенки начнут оживать давать хорошие всходы и хорошо укореняться но пока я вижу довольно таки плачевную ситуацию но вот запишу видео еще дней через 10 идет продолжение записи эксперимента с вами видеоблогер Екатерина Снытко я уже не раз говорю что у растений наших есть период покоя и вот перед вами мой эксперимент это черенки и как я не лелеяла как я не ухаживала за этими моими черенками но не хотят они расти и вот уже практически все погибают я решила показать фильм о том что растениям нужен период покоя если весной эти черенки пошли бы сразу же в рост то здесь видно что картина довольно таки плачевная я их и по цветам держала и вроде бы и начинают расти но видите гибнут поэтому нет смысла выращивать вот такие черенки осенью все это надо делать весной хризантемы подросли и их надо черенковать делается это просто берется вот так вот так вполне хватит эти вокруг землю надо добавить уплотнить вот так и накрыть сверху банками вот так накрываются черенки банками и поливать надо чтобы земля все время была влажная они очень легко приживаются это тоже эксперимент а если хотите научиться создавать видео такие как делаю я заготовка загляните на мой сайт там есть замечательное предложение по видео редактору с вами была Екатерина Снетко видео блогер любитель растений и цветов приглашаю подписываться на мой канал субтитры сделал DimaTorzok